Очереди на прием к врачу и стесненные условия из-за ремонта. Таковы главные темы обращения ульяновцев в социальных сетях. Касается это работы 4-й поликлиники на Камышинской. Учреждение обслуживает больше 120 тысяч жителей дальнего засвияжья. В здании с лета идет ремонт первого этажа, хола и регистратуры. О нем мы уже рассказывали. Врачи вынуждены переехали в небольшое крыло со стороны западного входа. На данный момент, по словам руководства поликлиники, ремонт вышел на финишную прямую. Идет отделка стен. Работа завершат в этом месяце. А пока в здании развели потоки пациентов, открыли колл-центр с многоканальным телефоном и ватсап-приемные. На третьем этаже, поднимаясь между, минуя все остальные этажи, 303-й и 304-й кабинеты, работающие также с 8 утра и до 7 вечера в часы работы поликлиники, принимают температурующих больных. То есть температурующие больные принимают в течение всего дня. А второй кабинет, там же у температурующих пациентов, при необходимости сразу, чтобы не отправлять их домой, берутся мазки. Также разделены потоки пациентов, у которых необходимо брать мазки. На первом этаже работает кабинет, где анализы берут у тех, кто идет на плановое лечение в другие учреждения. В женской консультации на Рябиково-96 открыт подобный кабинет для беременных. Также врачам помогают волонтеры-медики. Ребята работают на телефонах, отвечают на вопросы ульяновцев, записывают к врачу и консультируют. В следующем году в поликлинике также будет идти ремонт. Обновление требует подразделения на Ефремово-12 и Рябиково-96. Обсуждается планы по строительству нового структурного подразделения в микрорайоне Юго-Запад. Строятся новые дома, прикрепленных к учреждению жителей становится все больше. Напомним, еще один филиал поликлиники откроется в микрорайоне «Новая жизнь». Новости Уллправда ТВ.